Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе! 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 Слава Тебе, Благодарю Тебя, Господи, за милость Твою святую, за возможность свидетельствовать о Тебе здесь, в Орве погибели. С дьяволом находятся, как Даниил в Орве, помилуй Господи, ты протопопа Аввакума, пророка Аввакума послал к нему. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение, во веки веков! Аминь! Господь сказал, лет человеческих 70 лет, а при большей крепости 80, и самая лучшая пора их – труд и болезнь. И дни проходят быстро, и мы летим. Господи, на уси нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобреть сердце мудрое, приготовиться к исходу из этой жизни. И за всякие мысли, движения, слова ответа потребуют с нас. «Какое дадим оправдание? Что скажем в защиту свою? Найдется ли для нас сострадание? Найдется ли нам место в раю?» Мужченики спрашивали, что нам делать? И Петр отвечает, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. «Аллилуйя! Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Помилуй нас, Господи, даруй всем рождение свыше. Косни сердца патриарха, епископов, священников, избавь их от сребролюбия, дабы имя Господне и Церковь не хулились среди язычников, безбожников. Господи, избавь от симонии, от всего, что не славит Тебя. Дабы не искажали таинства Твои, святые. Даруй духовное рождение всем – патриарху, епископам, священникам и пастве. И водительство Духом Святым. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Господи, косни сердца правителей, дай им страх Твой, святой, и сохрани их от покушения на них, дабы издавали мудрые законы, чтобы человек мог достойно жить, дабы было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, помилуй детей Сирии, столь сильно бедствующих, оставшихся без родителей. Помилуй, Господи, помилуй, Владыка. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести путь спасения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любовь сижать, празднословия и сребролюбия не дажми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, чтобы не осуждать и брата моего. Ибо Ты, Господи, благословенный вовеки. Аминь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от греха моего, от беззакония моего. Помилуй меня, Господи, помилуй меня. Господи, коснись сердца и неверующих, а обрати их на путь покаяния. Ибо это место, темный ров погибели, где приходит для прелюбодейства блуда. Голое показывает непотребное. Обрати их, Господи, извлеки из этого Содома и Гаморры, не дай им погибнуть. Пощади, Господи, и помилуй. Дивные дела Твои, Ты все еще долго терпишь, народ. Научи нас ценить это мирное время. И приготовь народы к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, предсказанным в апокалипсисе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, счастье, поклонение! Слава и благодарение! Аминь! Да воскреснет Бог, и растощатся в разе Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его, и, как исчезает дым, да исчезнут, и, как отает воск от лица огня, так, когда погибнут бесы от лица любящих Бога, и знаменающиеся крестным знаменем. Да вознеселимся, рекущий, радуйся, крест Господень! Прогоняй бесов силой на Тебя распятого Господа нашего Иисуса Христа, в ад, шедший, поправши силы дьявола, и даровавши нам крест свой счастный на прогнание всякого супостата. О, пресчастный и жертворящий крест Господень! Помогай мне со Пресвятой Госпожой Девой Богородицей, со всеми святыми небесными силами, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Живущий под кровью Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита мое, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Переми своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Считы ограждения истины его, не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, зараза опустошающая в полдень. Падут под тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие несчастью. Ибо ты сказал Господе, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься каменной ногою твоею. Наспят, Василиска, наступишь, попирать больше льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготой и дней насыщу его. И явлю ему спасение мое. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И найди многие падшие души. Обрати их на путь спасения. Коснись их сердце и вырви из этой тьмы, из-за рва погибели, из этого Содома, который устроили здесь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Пощади и помилуй. Боже наш, слава тебе. 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 Боже наш, Иисус. Благодарим тебя, Господи, за великие незреченные милости Твои. И за этот день, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, что ждет нас при окончании дня. Но научи за все быть благодарным Тебе. Славить Твое всесчастное имя. Аминь. Мир вам. Мир вам. Как ты? Вы хотели что-то сказать? Да не, просто как подругайте. Только не ругайтесь, чтобы не слышно было. Это место страшное, где вы находитесь. Тут люди собрались не для знакомства, а для прелюбодеяния. Половина раздетая, голая. Показывает прямо совокупление. Все показывает. Половые органы. Люди с ума сошли. Они не знают, что за все это грядет гнев Божий. Тут уже малые дети еще. Половина людей раздетая. Процентом 80 мусульмане. А почему? Невоздержание. Похоть скотская. Содом и Гоморра. И все что-то дует. Табак какой-то. Все время едят и пьют. Даже поговорить не с кем. Целый час стою. Молюсь. Благодарю Бога. Считаю Библию. Никто не нуждается. Только увидят. А с бордой сразу падает. Все. Еще мало того. Надпись выйдет, что заблокирован. Но от Бога-то не спрячешься. Когда Бог придет, и раздадутся ангельские трубы, и воскреснут все мертвые. Отвечать придется за все, что делали. В школе учились. Стихотворение Лермонтова забыли. На смерть Пушкина. Как он пишет? Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед. И вот этому Богу надо служить. Ходить в церковь. Сейчас пост великий начался. Семь недель до Пасхи. Люди из храма не выходят молиться. А здесь ничего не думают. И внезапно настигнет пагуба. Многие совершенно неподготовленные уходят из жизни. То авария на дорогах. То друг на друга руки подняли. Смысла-то никакого нет. Жил-жил. Лопух на могиле. А Бог дает вечный смысл в Сыне Своем Иисусе Христе. Он умер за нас. И зовет к покаянию. Тогда у человека цель жизни появляется. Об этом вся литература мировая. Самые лучшие картины мира. Музыка. Все об этом говорит. У Баха Севастьяна. Послушай, как страдания по Матфею Христа. Какая музыка. Смотришь у Чайковского, у Вивальди. А какие стихи. Симон Яковлевич Нацин пишет. Писал. Некрасов. Его еще по камень с ней распяли. Но сейчас придет он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали. Царям земли напомнить о Христе. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, Боже наш. Великие и дивные дела Твои, Господи. Мы пришли к Тебе, чтобы прославить Тебя. Ты достоин, Господи, всяческого восхваления. Аллилуйя. Будь милости ко мне грешному. Люди, как животное, ничего не знают. И что их ждет? Прости нас, Господи. Помилуй, Владыка. И благослови. Сегодня считается в храмах канон Андрея Критского. И считается молитва. Господи, Владыка живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дай мне. Дух же целомудрия и смиренно мудрия. Терпение любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое согрешение. И не осуждать и брата моего. Аллилуйя. И дети. Все они сквернят уже, как взрослые. Всякой пакости научились. И дрожжить. Ни возраста не уважают. Ничего нет. А трябь из земли подрастает. Это им государство передаст власть. Помилуй нас, Господи. Помилуй. Благослови детей. Избави их от наваждения бесовского. Они ничего не знают. И живут, как малые телята. Прыгают и погибают. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за все Твои милости и щедроты. Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш, насущий, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем блажнякам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. В Солом 35. Нечестие беззаконного, говорит в сердце моем. Нет страха Божия перед глазами его. Его он рстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его, неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие. Становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Божия. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщается оттука дома Твоего. Из потока сладостей Твоих Ты наполняешь их. Напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем узрим свет. Аллилуйя. Продли милость Твою к знающим Тебя. И правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни. И рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие. Не зринуты и не могут встать. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Евангелие от Марка, глава 3, с 23 стиха. И призвав их, говорил им притчу. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какие бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовеки, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал Иисус, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему, вот, матерь твоя и братья твои, и сестры твои, вне дома, спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот, матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Мир вам. Интересно, как сразу исчезают люди.